сейчас запись есть продолжаем со света и так то есть для всех людей говорю я есть этап когда путешествия очень важны когда он за счет путешествий вдруг понимает что есть не только его деревне что есть другие места где тоже живут похожие на меня люди что места разные культуры разные и в какой-то момент познакомившись с двумя-тремя другими местами происходит щелчок и у него расширяется масштаб видение мира и этот масштаб очень сильно на котором перепрыгнет зависит от самого человека от его ну скажем предыдущего какого-то опыта уровня развития и так далее одному достаточно он наедается скажем щелчок от моей деревни до там трех соседних деревень и он в этом кусочке может жить принципе всю жизнь его дальше не тянет а кому-то хочется больше масштаб то есть запрос или какое-то слово из его претензии у кого-то больше он так воспитан и тогда ему важно посмотреть мир в том который соответствует его внутреннему ожиданию но результат все равно будет качественно такой же он посмотрит несколько кусочков мира и щелк его масштаб картины мира возрастет вот о чем я рассказывал но это определенный этап развитие только и всего то есть это не нужно делать постоянно можно но не нужно чувствуешь в этом но интересует тяга то значит эта потребность не удовлетворена классно если ты найдешь способные способы ее удовлетворять да я переживаю что на ходу а я движение перемещение себя переживаю как движение я чувствую себя лучше меня вопросы возникают я как-то активнее просто я думаю может быть это как-то можно что ли наш стимул то 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 так же себя вводить такое состояние и не бегая по планете для этого опять же у тебя есть исторический опыт где ты привыкла двигаться в определенном масштабе с определенной скоростью и тогда у тебя возникает удовлетворение потребности чтобы удовлетворять эту потребность ну скажем на другой скорости на других расстояниях нужно переучиваться понимаешь изменять привычку например для этого очень нам на мой вкус и подходит трансформационная йога юра рыжова помнишь ну да мы делали медленно медленно как он представься ты утром встаешь и обычно ты идешь кормить кроликов до встаешь и начинаешь идти кормить кроликов наблюдая за каждым ощущением в каждом кончике там не знаю своего тела как волосинки шевелится понимаешь и вот идешь 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 к обеду обнаружив что ты дошла уже до двери выхода из дома до 1 как-то так идем паника я же не успею себя кормить кроликов сильнейшие переживания продолжаешь идти с таким понимаешь паника нарастает нет лучше сбегу быстро избегала по-другому быстро-быстро не как ты обычно ходишь и таким образом ты начала расшатывать свой стереотип хождение с определенной скоростью начала это делать особенно и стала подбирать режим так скажем полчаса вот такого движения еще полчаса такого тем выработал своя практика как ты ходишь в результате средняя скорость у тебя по-прежнему тоже но начинаешь двигаться по-другому а если спиной вперед а если на одной ноге сходить кроликов а если за ним завязанным глазом и ты начинаешь разнообразно воспринимать мир в том числе движение свое и так далее а если ползком а если на руках а если кубарем прокатиться бац 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 и разнообразие мира и уже там италия как-то и отступает уже не очень хорошо дали потому что здесь столько всего можно тоже переживать спасибо данное знаменить другие страны всякими практиками помнишь как там куда на удона хуана значит этот ученик энрике сделал себе зеркало такие которые наш позволяли ему смотреть за спину и ходил спиной вперед с помощью этих зеркал таким образом как бы мир искажался и вот он ходил работал другую привычку вот или там надо мы как-то смотрели это тоже исследование было оптический какой-то прибор одевали человеку где то есть в мозгу мы смотрим оптический зрение переворачивается мы как бы видим мир кверх ногами а потом аппаратную внутри мозга и картинка обратно переворачивается если одеть очки которые специально переворачивают до восприятия глазом то какое-то время мозг сохраняет действие своего аппарата переворачивать и видит мир все вверх ногами и вот человеку налепили такие очки вот и заставили пожить его там скажем неделю в этих очках сначала очень непривычно очень неудобно но через где-то неделю мир мозг приспособился и повернул картинку как на стало все привычным опять видится сняли очки у него опять все как ногами неделю пришла на то чтобы он адаптировался к обычному своему восприятию мира знаешь то есть играя с собой нас со своим восприятием осознанностью можно познать себя тоже большим большой кусок познать самого себя не только при жизни в этом помогают а это тоже путешествие во внутренний мир как он устроен спасибо отлично так я все пытаюсь найти как тут посмотреть мой что-то исправить что там нужно исправить мне говорит вы не можете свернуть зум во время записи этой конференции вот так вот так что будем ждать восьма какие-то актуальные святки еще тем у тебя есть или перейдем к наташи у меня есть опять моя любимая тема про желание я тут знаешь все немножко почитала подумала поработала и поняла вот что что развитие в нашем контексте вертикальное оно все же связано с самодисциплиной самоорганизации давай этого новую свет к с нашей концепции все связано со всем поэтому перечислять через запятую с чем это связано вроде как незачем потому что совсем с этим тоже видимо у меня как то знаешь опять какой-то противоречия в смысле противостояния даже не противоречия того как же стремится к свободе и в то же время себя постоянно получается как бы ограничивать вот смотри лезу я на елку вот возле вершины максимальной свободы ширше всего видно там дальше всего могу упасть до земли далеко вот предельная свобода из возможных на елке вот каждый шаг вверх я конкретно выбираю сучок за которую цепиться на которой опереться и двигаюсь вверх а могу по лет по ветке ползти в сторону тогда до вершины не доберусь правильно ведь вот поэтому все время нужно ориентироваться и искать конкретную опору для движения вверх то есть отслеживать где вверх где низ где опора и вроде никакого противоречия не с ёлкой мне очень понятно а я люблю лазить я вижу вершину это меня прям штыривает всегда то есть снизу может и видно вот когда влезешь по елке не всегда видно не всегда но сосна в сосне видно хорошо но сосна до елки как раз нет по-разному да вот но зато есть там чувство гравитации ты чувствуешь где низ правильно да елки там за счет того что я выглядываю по сторонам ориентируясь на другие деревья там на пейзаж я могу замечать что двигаюсь вверх бог или вниз ориентироваться и вот это и в духовном развитии мне кажется тоже нужно научиться ориентироваться даже когда вершины какое-то время теряется ну или там пример часто мы приводим на вереску идем поднимаемся по склону вершина вереска не видно поднялись на какую-то площадку по вершина открылась опять там котловина кажется 1 а потом уже вершина проходишь эту котловину из низа вершину опять не видно поднялся а там еще котловина несколько раз бывает вот потеря ориентиров если я помню как ты зафиксировал это направление вверх и придерживайся вот рано или поздно я доберусь до вершины это все нужны навыки в том числе духовного развития на каждом этапе свои каком-то этапе там на эверест может быть наступить там я ориентировался визуально да у меня бац куриная слепота ослепил снег как ориентироваться но как же гравитация то есть где не здесь тоже друзья есть они подскажут где вверх денис помогут поэтому ну да ну да я поняла да а и подкармливать можно каким-то конфетами коробочку ладно окей спасибо я тогда еще окей на тусе как ты есть какие-то у тебя тема желая там назад да что такое ну вот первая матрица у меня какая-то вчера вчера вот вроде как я тренинг закончила весь день мучилась 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 поняла что у меня я как бы закончила сразу начала какие-то дела дальше делать там страховками заниматься что-то еще потом бах типа победы нет во первых не отметил что все закончила и нету дальше первой матрицы меня как бы вот эти две прям я то есть вот как как-то а я потом не могла понять чем бы вот себя спровоцировать даже да вот чем можно спровоцировать первую матрицу я я не представил ничего чтобы меня меня радовала когда если бы я сейчас вот чтобы я сейчас хотела чтобы мне и сделать чтобы меня это порадовало ну то есть вообще ну хороший вопрос провоцировать немножко на мой вкус так запутано но хороший значит во первых по твоему рассказу ты закончила какое-то дело и ожидала что будет 4 матрица да но не почувствовала переживание такого который мне кажется что это то что называют рутиной наш я отхожу на работу каждый день пришел домой никакой радости с работы пришел я рабочий день закончил вроде победил а радости ты нет я скорее пришел устал и перекусить бы и на диван телевизор газету читает вот потому что есть больший масштаб это не просто разовое дело сходить на работу поработать а эта цепочка я неизвестно сколько буду ходить на работу много лет я ходил хожу и буду ходить я не завершил дело я не рассматривал этот один день как одно дело и поэтому я соответственно не прошел этот цикл и не вырвался в четвертую матрицу понятно с рутиной да ну похоже может даже да поэтому как же провоцировать первую матрицу мне кажется все очень просто чтобы провоцировать первую матрицу нужно ставить цель формулируйте четко понимать и тогда скорее всего ты дойдет пройдешь через все четыре матрицы достигнешь 4 ощутишь ее ну самые простые вещи скажем пришел домой перекусить хочется а хлеба не это хочется хлеба пойду схожу булочную был бы хлеб это было бы первая матрица его нет значит 2 матрица но все-таки схожу это третье матрица пошел купил пришел плюхнулся на этот стул понимаешь теперь хлеб есть можно ужинать 4 матрица все я цель достиг если ее не было то вот этого состояния я сделал это преодолев там чего конечно возникнуть не может поэтому только если человек целеустремленно что-то делать он может пережить четвертую матрицу вот и соответственно первую матрицу можно спровоцировать на самых простых жизненных радостях удовлетворяя жизненные биологические физиологические потребности понимаешь но не знаю я очень часто удовлетворяя свою первую матрицу скажем инициирую ее возникновение не на пуком что-то там бродит бродит организм напрашивается пукнуть и сам провожу осознанно этот пук кайф я пукнул понимаешь что что-то в дремоту отлично еще 15 минут вот сделаю это это и позволю себе поспать доделал дописал дочитал глаза слепают я преодолевают это а потом ну ладно пожалуйста все заснул проснулся не хочется вылезать первая матрица кайфово лежать под одеялом можно тянуться сколько угодно понимаешь благо свободный график жизни поэтому так но теперь поработаем со второй матрицы жизни лежи писать хочется надоело уже боки болят лежи ну зачем зачем а вот зачем ты хочешь встать пописать и опять прийти лежать нет лежи организм а потом вдруг начинает сам себя обманывать нет не просто пописать прийти лечь а встать и построить коммунизм какую-то цель вдруг выдает появляется ну ладно ради коммунизм давай вставать и пошли в бой так что самый простой способ спровоцировать первую матрицу дождаться и поймать какую-то физиологическую потребность и сознательно поставить цель удовлетворить и удовлетворить и получишь как бы четвертую матрицу одной стороны вот который быстро затухнет потому что маленькая цель маленькая потребность и переживешь 1 который будет затухать 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 и приходить ко второй ведь просто вроде да ну да но кажется зачем ставить цели так я все равно встану и пойду там туалет или пойду там за мне не встану там съем капельку ценистого калия и все и не встану надо опять цель поставить встать не встать или меня будет там мой мочевой пузырь сталкивать с кровати понимаешь иди до описываешься будешь мокром лежать неуютно так что ты есть специальное место а кто доме хозяин наверняка же и ты и другие люди бывали случаи когда писать хочется нет узелком завяжу но еще полежу выдавливает буквально во вторую матрицу людей вот мы в торопях видишь чего-то вбила очень хотела перейти на новый вот и вот результате получилось а по старым адресам никто не зашел никак мы не можем это посмотреть по старым ссылкам я не отправляла может у него получится хорошо вот но тогда немножко расскажу вам новостей значит мы вчера вчера вроде ездили в тель-авив мы живем в акка этому на севере израиля городишко вот там крепость древняя есть еще что-то ездили в тель-авив и встречались с уланифью матом дневнике напоминаю немножко тёточка лет восьмидесяти которая участвовала танюк с ней познакомилась конференции по сознанию якобы пол жизни занимается значением и смыслом преподает до сих пор хотя и уже под 8 всю жизнь смыслом занимается лично была знакома с виктором франклом мы же муж был другом франкла поэтому они часто пересекались общались и так далее вот и муж еще лично учился у бубера вот то есть муж видно было тоже такой интересный человек ну вот она тоже нахваталась пытались не разговаривать про значение смысл сопоставить наше ее понимание сожалению толком не получилось то есть она переходила все время на темы ну как бы совет советовал нам там ничего страшного вы тоже можете устроиться здесь работать здесь ваше образование вот татьяна доктор психологичных наук востребовано и туда-то и сюда-то вот можно вот все время на такие вот сферы складываться вот а про значение смысл ну как бы мы задали вопросы она попыталась я говорю странно изложила на свою позицию странно вроде бы по моему так с точностью наоборот и стал излагать как наоборот и так можно и так можно и так можно и так можно потому что значит вот нам нам треугольник фреггер да 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 но это много интерпретаций и много значит слоев рассмотрения треугольника фрегги у меня на это еще две книги написаны вы читайте я вам пришлю но а как вы то разводите так наоборот как мы сказали или как вы сказали изначально ну да 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 и так можно и так можно в общем не добились мы одни четких определений по ее значит высказыванием у нас получилось что значение имеет больше объективного понимания поэтому в словарях и записывают а смысл больше личностного вкладывается в понятие какой-то в термин слова знак вот разница в основном количестве но я начал чуть-чуть подпирать и говорю ну как же в словаре записано значение слова она же конвенциально оно полностью обезличено оно объективно да да объективно вот слово объективнее очень понравилось значение я говорю но а смысл то он отличается от значения качественно он что не объективно там личностный нет он количественно отличается личностным и вот и значение есть личностное но и опять начала и быстро быстро засобиралась что говорил что у нее много времени свободно она с нами готова долго сидеть и общаться станет начала к линии подбивать чтоб интервью с ней прям на видеокамеру заснять нас видеокамера в машине было недалеко сейчас пронесем наладим их кафешкина с нами встречалась ну вот она тут заторопилась и сбежала на мой взгляд вот ну и ма говорит что скорее всего на все таки как-то этих тем испугалась не было и интересно вот и тетка интересным тем еще на мой взгляд тем что она значит рассказала немножко своей жизни и кусочки совсем но из того что рассказала выглядит предыдущий так она в тель-авиве родилась и в те времена там было засилие поляков почему-то и там до хрена но польских евреев там но доминировал польский язык и поэтому первый язык который насвоил это польский потом у нее там мама вышла второй раз замуж появилась какой-то мама была француженка от мамы она значит на французском языке разговаривала и понахваталась французского языка мама была вообще-то русская просто на русская француженка была француженка и с мамой она разговаривала по-французски а папа типа был местный у нее нет глубокого одного языка родного как получилось что нет и поэтому может быть вот так и вышло что на данный момент она старости она бормочет на многих языках но вот бытовой уровень поверхностно и легко а то что глубокое значение смысла на всю жизнь собирала знание она ну скажем знает знание но не понимает поэтому она их путает говорит и так и так а там сами типа разбирайтесь вот думаю что как ну скажем авторитет специалист вот она ли уже нам не подошла и еще не дозрила ну вот посмотрим она обещала книжки прислать на английском слое заглянем книжки может получше разберемся но тетка интересная вот такая вот у нас встреча была что еще расскажем он царе там что-то такое ошибку 404 выдает зум кто-то еще хочет войти сейчас я кинулся в интер клуб я скинула правильные или что да да но те кто например с компьютера заходят если у них не там нету чего-то то вот я с телефона только могу зайти но сейчас я войду в спонсор поправлю тогда если вы считаете а чё же вы сами не можете ты ты можешь войти во спонсор и поправить и кому говоришь наташки я с ней разговаривал ну где-то вы могли бы кинуть могу сделать вот снова выложила я на спонсоре вот теперь кому-то присылала напоминалки еще раз прошли ссылка но вот все теперь грузится на спонсоре тоже это я до конца там попробовал там еще кто-то 3 есть это кто у нас какой-то номер 011 то знаете нет я не знаю он не отзывал пока просто может полина известно про нее что-то или там остальные ссылку поправим вот а так замечательная погода здесь где-то 20 градусов 22 даже на солнышке как нами побольше вот море наверно градусов 17 19 прекрасная прозрачная вода средиземного моря мужей и хайфе покупались и тель-авиве покупались сходили в вака там где живем на севере замок там очень большой старинный город ака на верхний такой мыс как бы это ближний к европе порт был вот поэтому крестоносцы его наверное первым захватили и потом насчет через а к высаживались в палестине уже вот большая крестоноская крепость музей там сделан подвала такие коридоры мы сходила немножко по фотографировала поснимала вот и соответственно когда крестоносцев отсюда поперли это был последний наверное или ну почти один из последних городов который держался очень долго как крепость под напором сарацинов но в конце концов был сломлен интересный исторический город и мы живем прям он большой крепость наверно как описать как но полторжка вот крепость большая и мы живем буквально там не знаю в 500 метрах за стеной как бы этого города уже в городских кварталах вот как бы квартирка стандартные не тут почти все такие массовые дома одинаковые забавно жалюзи открытые окна практически не везде стекла есть все там ветром стучит классно легкие двери легкие стены все достаточно так дешево выглядит но это вот массовое строительство типа наших хрущевок у меня такая ассоциация возникла мат и говорит не похожи типа туалет малюсенький там и все такое ну комнату туалетная малюсенькая да и а скажи вот про язык еще ты сказал что наидишь и матчет такой писала а что если на английском там в магазине спрашивать они что не отвечают не найдешь и на иврите значит все надписи все 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 указатели на улицах ну иврит сплошной вот есть районы где живет много русских и там попадаются русские вывески и много русских можно спросить и договориться вот но есть района где совсем нет русских даже мало евреев есть много арабов они совсем интерес к русскому языку никогда не испытывали поэтому вот там вообще не договориться мы были в тель-авиве и нашли я настаивал нашли ну типа блошиного рынка что-то какое-то старею продают как правило все евреи или арабы старые и английского русского совершенно не понимают то есть мы подошли увидели какую-то корову значит корову из дерева сделано вот такого размера а внутренние как-то встроена стекля стекляш и стеклянная кошечка оказалось это копилка туда бросаешь сверху значит там денежки видно лежат стали прицениваться он говорит что такое free танюха спрашивает сколько стоит там по-английски по-русски вот она отчитывает три шекеля дает она полезна числовари в телефоне выяснил что там какой-то срай с рим вот это значит на иврите 20 на уже значит больше к нему постеснялась и тип ну что он такой крик он оказался с не стала не стали брать таким вот образом то есть есть квартала вот бедных людей евреи и арабы там значит совершенно с русским плохо а есть русские вот частности мы попали значит в райончик станины знакомые которые в тель-авиве держат маленький книжный магазин вот книжный магазин это значит больших харьве до хайве точно это большой платяной шкаф комнатка такая и еще выгоражена рядом с домом значит такими металлическими решетками как был еще такая же комнатка и стоят старые шкафы полки которые набиты полностью книжками много на русском большинство на русском как бы она как бы этим специализируется вот иначе у нее продавщица который целыми днями там сидит торгует она прибегает убегает в общем организации занимается и книги в основном значит им приносит русские мигранты бесплатно отдают место занимают и вот они потихонечку продают эти деньги какая-то прибыль хоть как-то живу так вот оказалось что продавщица достаточно быстро выяснилось это жена весело вам подводного но тоже еще стал на взгляд 55 может быть 60 ну мой взгляд 55-60 вот на ногах я вот жена да вот я вот как иллюстрировал книжки мы говорим а вот оля османова на горит до улья османова хорошо знаю помню она нам буквально в первые книги наши о весоломы издавала вот более прям вот хорошо хорошо но участом с ее сынишкой связь потеряла помогите если что найти с сыном оле значит связь восстановить а так там вот живет вот тихонечко вот здесь шуршит в книжном этом магазине но буквально вот магазин это так очень с большой натяжкой можно назвать вот по тем не менее вот так вот люди живут и вот это райончик здесь очень много русских поэтому и книжный магазин они там расположили вот много вывесок на русском магазинчики а-ля рус такие там вот но без иврита очень сложно они сами говорят в банк пойти все банки только на иврите какую-то организацию все только на иврите там попадаются русскоязычные в каких-то случаях но это если повезет в общем такая вот трудности история видно что вот мы с мото уже обсуждали здесь государство израиль как бы очень ценит самостоятельных что ли она не боится прогнуться то есть если они гористов английский язык свое время но это было там чуть ли не проклинали если кто-то человек говорил на английском языке ему но все говорили английском языке двадцатые тридцатые годы практически но как только иврит стал внедряться он начал вытеснять все другие языки чтобы но национальную особенность чтобы своя культура процветала и так далее и вот вместе с этим как бы и русские тоже вроде уже половина жителей израиля четыре с половиной миллиона из девяти русскоязычные но все равно русский язык вот не продвигается вот и несколько месяцев назад там два-три сменил их правительство в кносите и вот если до того три месяца назад было четыре представителя в кносите которые отстаивали интересы русскоязычных то сейчас значит в новом наборе новой коалиции этого правительства нет ни одного представителя кносите который бы отставил интерес русскоязычного населения вот так что вот сейчас трудные времена для русскоязычного еще усугубляется несмотря на то что много по их определению 1040 уже с февраля прибежала заехала 70 70 даже кто-то тебе сказал прочитал 70 тысяч приехал если формально делать и паспорта через полгода то есть не очень и не рады фиксировать этих людей уже за россии уже вот видимо тоже так наедаться стали принимают еще вроде но уже все меньше и меньше но вот до 15 января было как раз у них значит предыдущим составом правительства принят закон и давали русским подъемные на приобретение жилья или аренду жилья вот а сейчас значит новое правительство новая колеца пришла с 15 января не продлили эти льготы теперь как бы типа сами вы крутитесь предыдущая коалиция говорит ну как же так мы вот добивались добивались что у русских частом с февраля очень сложной ситуации к но и многие к нам рванули и вот их поддержать они многие не смогли там не продать квартиру не деньги там вытащить приехали в чем мама родила что называется вот мы пробили этот закон а его не продлила новая коалиция в общем сейчас даже некоторые как называется смута пошла против нового правительства потому что они тоже чего-то когда шли к власти обещали много того сего народу а когда пришли вот сейчас напали на суд на судейскую власть четвертая власть там журналистская 3 судейская и вот пытается значит власть политическая подмять под себя судебные инстанции чтобы они как бы ну были легко управляем при этом значит глава нынешней коалиции правительства он из россии тоже родом он уже был при власти там его сместили сейчас он опять пришел при власть и на него заведено уголовное дело вот и на человека который он тянет на пост министра здравоохранения министра экономики что ли вот тоже значит на него заведено уголовное дело и вот чтобы как-то остаться при власти и чтобы снять уголовное дело они на суд напали навалили сейчас вот рачки на улицах там во многих городах народ вышел на улицу бастует типа шумит полиции разгоняют местами даже вот но пока непонятно какую сторону все это произойдет тоже видимо недели месяцы будут решаться но другие вопросы все повисли то есть народ из-за этого что вы же обещали то 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 ничего не делаете уже два-три месяца не при власти пришли обещание не выполнили поэтому такая петрушка прикольная что-то еще рассказать что мы еще можем сказать книжном у вас у танец и у тебя будет эта презентация это вот да да то есть хозяйка это магазинчик у нее квартирка рядом и квартирка так более-менее приличная человек сколько ты говоришь ну до 20 где-то может влезть и у нее там свои как бы в интернете тоже уже тусовочка поэтому-то она по ним пыльнула уже вот кто-то там лайкнул несколько человек а вот придут да я уже говорил самый начальник вот а пока впечатление тоже вот про израиль про народ который здесь обитает у нас такое скажем пессимистическое что ли мы начали доставать стул сейчас немножечко отличаются снизу вытащим вот так вот просто обратно садись все место лучше вот значит сегодня очень характерно значит нам обещали там открыть счет в банке значит есть организация которая помогает добровольцы да который помогает русским которые сюда вот приезжают совсем переезжают и значит мальчик из этой организации сказал татьяне все легко я помогу вам приду мы прям банк своему своими придем и там за час-полтора вам оформят значит счет назначил мне время ночи время за него остались именно сегодня там да вот мы пришли он опоздал потом догнал у нас вот уже в банке в банке очередь значит активно принимают местных жителей а для вот таких как мы значит отдельная очередь и и мы посидели на на часика часик полтора конце концов очередь до нас зашла вроде мы сунулись наша очередь все начнет электронно указываем наша очередь мы подсаживаемся татьяна начинает документы давать тетечка что-то так немножко забуксовала а потом говорит отсядьте пожалуйста народу очень много но местного поэтому я сейчас приму еще человечка другого вот и вас минут через десять позову оттерли нас мы посидели еще десять-пятнадцать минут вот вроде как она одного человечка обслуживала второго нас не зовут мы опять пошла выяснять уточнять вот та неохотно попыталась значит въехать вопрос ма и в конце концов выяснилось что у нас нет кое-чего такого что раньше было не нужно а вот буквально на днях документика какого-то а вот теперь на днях у них новая инструкция и без этого они не могут что-то сделать ну оказывается не на днях а уже полгода как просто мальчик был не в курсе а мальчик оказывается этот волонтер был не в курсе извинялся конечно вот в результате значит мы счет сегодня не сделали просидели полдня в банке вот и впечатление такое мы поговорили с мальчиком еще с некоторыми людьми уже здесь пообщались вот родственницы к масс ездили к любе впечатление такое что даже те кто уже вот переехал сюда достаточно давно как убежище израиль как убежище то есть они приехали и большинство из них ничего не хотят особенно мальчик я говорю а у тебя есть хобби какой-нибудь интерес какой-то подумал 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 ну может быть вот у меня есть друг который продал в москве картины квартиру свою в москве продал и на эти деньги год значит в израиле снял квартирку и художник рисует картины рисует картины вот и я бы наверное так же жил я говорю ну квартиру гордиться тем что за год съел квартиру московскую я говорю ну а дальше что ну не знаю ну может быть он уже я говорю ну что грузчиком он не боится он уже работал грузчиком вот еще пойдет грузчиком работать лишь бы рисовать картину она все пытается наладить дополнительный свет упрямо вот и я бы так же вот может быть картины рисовал то есть я говорю ну а сейчас у тебя вагон свободное время раз ты волонтер волонтеришь вот с нами сидишь ты не рисуешь да нет сейчас не рисую ну вот хотел бы вот типа такого образа жизни вести и вот это мне кажется очень распространенно то есть здесь как-то добывают деньги на пропитание проживание и дальше никакого интереса ни к политике там ничего большинство населения не имеет вот потому что это страна убежище вот такая вот такое впечатление пока сложилось вот Танюшка нашла Мишу Аршавского вы наверное не знаете в начале 90-х из Израиля приехал значит молодой человек красивый еврей высокий ну с таким носом вот чемпион мира по кульсинат это такое восточное единоборство значит нашел молодой парень он нашел учителя китайца который значит уйгуров где-то там какой-то кусочек китайского народа уйгура есть вот значит якобы уйгуры были телохранителями там у Чингисхана предположим потому что это самые лучшие воины на тот момент вот и там соответственно есть несколько ветвей семейных вот таких восточных учений школ боевых искусств вот одно из них этот учитель приехал в Израиль вот а Мишка там и жил в Израиле вот и значит Мишка к нему уснулась тот говорит нет учеников не беру Мишка там вокруг него стал крутиться где-то полгода год крутился все напрашивался напрашивался вот тогда значит учитель говорит ну ладно я научу тебя кульсинат но значит с одним условием что ты пропиаришь и поможешь мне организовать создать школу восточных ненаборств по кульсинату так и сделали он значит стал Мишку учить где-то через года два два с половиной Мишка стал чемпионом мира то есть там есть такие разные тоже соревнования восточных и ненаборств смешанных стилей вот и значит в одном из таких соревнований международного уровня мирового Мишка выступил всех победил из разных школ вот и школа кульсинат получила признание уверенность он создал организовал школу для учителя вот и значит там через полгодика освободился и уехал в Россию и вот значит мы там с ним познакомились он на наших семинарах был со Славой немножко вот и долгие годы лет десять наверное где-то пересекали знакомились то есть он он такой увлекающийся тоже парень он то суфизмом увлечется то каким-нибудь костанидистом увлечется то еще чем-нибудь вот и последний раз лет пятнадцать он увлекся очень как это называется это он талмудом он во-первых гена если вы помните гена рассказывал что он ездил к этому Максимову Максимову и вот там встречался с Максимовым который это первый переводчик Костанеды и сам из как раз монастыря Дзен Кванум которому Белевин финансировал дом где-то под Новгородом и в общем вот гена то с Кванумом познакомился именно через этого Максимова а туда его вез Мишка Миша да они вместе ездили это был у него период увлечения Кванумом а потом у него сменился период он значит увлекся чрезвычайно Каббала и Лайтманом но мне кажется в этот момент уже с ним мало вообще ну мало но он приходил к нам он принес мы купили у него книгу Захар купили да на Робеспире да но он красавчик у меня конечно у меня с ним не складывались отношения потому что он прям очень такой соблазнял что ну лицо мешало или он так даже Юрик отдыхает я бы так сказала приехал то есть у нас самый красавчик это Юрик мне кажется ну и даже Юрик ну Юрик все таки мне кажется такое лицо немножко разочарованное все время вот а это такое горящие глаза понимаешь ну там просто герой принц Персии какой-то был да принц заезжайте вот ну пока вот не сложилось но мы планируем как-то выскочить мы еще здесь встречаемся с Михаилом Ливне надеемся тоже да во вторник помните кто-то да 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 с Бог встретимся да конечно а Израиль он же такой весь небольшой да он как наша область какая-нибудь ну формально да то есть вот мы сейчас жили на самом севере Дерусалима час сорок на машине два два часа на машине вот мы проскочили подальше то есть то есть сколько значит это где-то ну около 200 километров от севера до центра от иерусалима до юга и лата там 450 километров вот вот вся длина где-то как от москвы до питера но тут еще гигантское пространство занимает пустыня просто пустая пустое место как же там желатан это самый чуть-чуть там а вся эта вот это огромная в общем-то кусок от иерусалима на юг практически пустой ну и плюс за не всякие эти сектор газа и прочее тоже смотря как много здесь до пустынных мест вот а чего ты вдруг спрашиваешь большой небольшой вы ездите я пытаюсь представить насколько это территориальный размах и поняла что не особо большой ну да ну так вот смотри мы из этого ака хайфу съездили полтора часа туда обратно практически день на это уходит плюс там какие-то встречи у нас потом на следующий день из ака в тель-авив съездили это два часа туда два часа обратно вот получается там плюс там встреча опять целый день это еще суббота еще суббота шаббат понимаете все закрыто ну то есть так все таки день уходит на какую-то поездку вот то есть не так вот легко чтобы пешком все прошел что мы еще хотим поговорить на чем-то сегодня мы думала над темой илье никак не попасть у нее проблемы мы придумала ну основная тема актуальная сейчас это как сохранить осознанность в ситуациях а такой широкий вопрос мы много раз его заправили обычно большинство людей машины у них осознанность там не знаю ноль одна десятая процента вот и вот представьте этот человек прослышал про гуржевскую школу про осознанность он говорит вот как сохранить о чем мы говорим вот как ему ответить чем можно помочь можно он же знание даже не впитывает не укладывая в картину своего мира не действие не переводит на какой ты стали чтобы спрашивать я продолжаю учить и гуржевские движения семинара как-то как начала да и там дядечка как раз видеоролики говорит с горящими глазами что если встав утром вы день начнете с гуржевского движения но вот цикла небольшого весь ваш день будет идти по-другому вот проверить попробуйте ну типа что осознанность разрастает у него цикл видеороликов так и называется уроки осознанности вот гуржевский комплекс он считает одним из тренировка осознанность и попробовала работы я сегодня утром сделал сделала а до этого я все днем чуть не с утра а еще результата нет но я в конце недели от как это отчитаюсь так я чего-то не понял ты хоть раз этот комплекс сделала да конечно в этот день было что-то по-другому заметила пока потому что я только один раз с утра сделала в остальные дни все днем или вечером делала свет к но вот тебе через интернет говорит вот возьмите в магазине купите шарику авторучку приложите его бумаги и потяните и увидите что на бумаге остается след ты пошла купила ручку приложила провела я говорю остался след ты грешнет значит ни хрена ручки не работают шариков а я забыла но я не стала отслеживать что-то необычное понимаешь я понеслась дальше жить ну это и есть значит вернуться в обычный режим может что-то изменилось просто я еще не заметила вот что я думаю может быть соединенных штатов уже на планете нет а ты просто не заметил да да может быть но очень маловероятно как и как тогда твоя осознанность нифига не развилась если уже соединенных штатов нет на планете а ты не заметила нифига себе ну да если они есть значит ты бы заметила ну а чем из одного раза я так понимаю он говорит начинайте день с этого упражнения я буду начинать там неделю может через неделю раз я начну тогда он приврал но если бы он сказал что с десятого дня может с первого дня может быть через неделю но вы почувствуете сказал бог а если он говорит первого раза вы почувствуете значит приврал стоит ли мы дальше верить без апелляционного потому что там какой-нибудь другой день к сказал бог ну если вы будете это делать регулярно несколько лет то вы обязательно обязательно что-нибудь особенно почувствуете да за несколько лет что не в точно осознанно почувствуете окей но интересно конечно я то конечно не уверен что вообще движение телесные обучение себя новому науку например новому движению может привести к скачку осознанности то есть мы тренируем какое-то особенное движение понимаешь там ну не знаю правым пальцем удобнее правой ноздре ковыряй а я приучил себя в левой ноздре ковыряй я поменял привычку но качество моё целиком на во всем человек вряд ли изменится ответ от одного изменения привычки ген он же здесь учит отслеживать несколько разных движений одновременно что навык телесное движение обучаемость развивается способность обучаться что я бы поддержал с удовольствием что это первый шаг в сторону там саморазвития самопонятия если вам удастся одну привычку поменять на другую навык другу как бы новый наработать то значит вы готовы переходить след на следующий этап менять отношения например к чему-либо так не это не нравится это не нравится это уже не действие отношения более тонкая вещь попробуйте научиться управлять этим измените отношения сложнее конечно конечно раз он сразу с физического уровня начинает говорить об осознанности мне кажется он сам не осознает как это работает до конца а скажи еще тогда я еще одно упражнение еще один ролик его посмотрела упражнение такое проговаривание того что я хочу сделать перед тем как это делать там вот с той же он считает что это повышает осознанность если прежде чем там потянуться за чашкой я говорю сейчас я возьму чашку и после этого только беру чашку сейчас я буду пить чай или там глотну и глотаю и вот так вот все как не считаешь это повышает осознанность это может помогать на каком-то этапе опять же свет потому что я не просто думаю а еще вывожу во внешний мир и тогда это легче зафиксировать наблюдать понимаешь за когда это выведено наружу через речь вот наш там скажем проговор шеринг после дыхательной сессии он позволяет зафиксировать тот материал те переживания которые были во время дыхательной практики то есть принцип тот же самый осознанность возрастает немножко но возрастает ну и видимо необычность я так понимаю таким образом из механистичности пытается вывести что я там не механистично физически что-то делаю а еще подключаю такую заминку остановку перед этим вспомнить и проговорить ну тут опять же можно по-разному понимаешь если вот человек начинает делай это потому что вот этот мужик в ролике сказал что это надо делать этот человек машину начинает это делать потому что надо где повышение механистичности привет полина вот мне кажется может не быть повышение осознанности это просто расширение диапазона механистических действий можем показаться и все полиночка может пробежались по темам я слышала здравствуйте я там по телефону подключилась вякала но вы меня не слышали не слышно было потом телефон наконец отключился я зашла панк так на вас посмотреть передай спасибо телефон я не догадался осознанность меня не возросла что-то из того что мы проговорили было интересно знаешь вот светина тема в начале меня вот это вот старая меня такая вот тема может быть исчерпать если что-то хочется если она хочет путешествовать может пусть на путешествуется это будет быстрее она обратит к своим вот этим там внутренним потугом и будет придумывать себе внутренние но я и про себя тоже вот я вот по себе знаю что я лучше уже исчерпаю мне обычно не занимает много вот и потом я поставлю галочку и перейду к следующему уровню собаку видишь ты говоришь я знаю что у меня исчерпаны быстро не знать что у него исчерпывается близко и послушать твой совет и начать исчерпывать и жизни может не хватить чтобы исчерпать одно как в этом случае ты посоветуешь быть попробовать исчерпать что-то если исчерпывается призвать друзей что стоп кран как бы с собой воду из чашки чайной ложечкой попробую исчерпать получилось а вот желание путешествовать исчерпается ли она когда-нибудь как узнать но все вот у меня явно исчерпалось я когда-то была очень голодная до путешествиям я прям все мерилось этими путешествиями об чем помню да все сейчас роднее дивана значит желание значит места нет все остальные только по большой причине я смотри я с этим же не спорю что это может исчерпаться но вот давать установку человеку что ты исчерпай это возможно обрести его на вечное скитание вот поэтому я принимаю твой совет но с оговоркой что хорошо бы чтобы у него была большая цель достичь совершенства наш идеал в которой путешествие является инструментом этапом и когда он будет путешествовать и тогда он будет наверное все время прислушиваться они пора ли идти дальше и тогда у него есть он идет идет где-то там не знаю по каракуму путешествует сороковой раз там дальних путешествиях уже и вдруг чувствует все насытился пора дальше быстренько возвращается и начинает стихи писать например а если у него нет вот этого глобального плана модели картины мира как я говорю тогда просто занявшись исчерпанием чего-либо можно никогда не достичь то что нет критерий когда же куда же что дальше что следующее вот танюшка например никогда не исчерпает свою терапию наверно у нее нет задачи исчерпать ей нравится перебивать например других она все время один пользуется можно надеяться что когда нибудь она исчерпает но она к этому не стремится пока исчерпать например хотел привести с люди приведи известный американский фильм где бегал форест гамм точно ну вот если что не совсем реальный но вот исчерпание показано бежал 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 б бац все я пошел а там уже тысячная толпа за ним потом какие-то там креветки добывал добывал или в теннис он тоже бац и все наверное все таки образ мифологический поэтому западают в эту инерцию там за тысячи человек за мной эти или обязанности сбегать большинство людей пока там что-нибудь не сломаю что-то еще у кого-то есть в заначке давайте можно про осознанность я сегодня прям с утра вдруг написала план на день но по крайней мере до пяти часов и принципе но почти все пункты выполнила там один только не выполнила один отменила но было так интересно вот по каждому пункту я прям вот у меня выделенное время я так четко раз время кончилось ну ладно тогда буду следующий раз разбираться но вообще мне хватало вот я много выделила времени там по часу примерно казалось бы на ерундовую как раз часу мне хватило разобраться я прям такие четкое завершение у меня было плюс-минус пять минут про то есть и я во первых как это законченность исчерпанность чувствую во вторых вот это вот осознанность что я как это перехожу я беру список так вот все с этим все теперь я перехожу к этому делу сначала я вот это буду делать вот как это они все дела еще чаще они все дела друг с другом как бы ну какие каким образом связаны только через меня наверное они требуют от меня как-то поворачиваться немножко в другую сторону как бы новое дело не рутинные вот знаешь я наверное под осознанностью все таки понимаю как раз расширение сознания то есть вот здесь здесь у нас что происходит я постоянно занята как обычно какими-то там делами новыми которые как правило требуют от меня концентрации там и плюс форс-мажоры постоянные там что-то машина не завелась посредине города кена находится в километре от меня там ну и так далее вот но при этом проблема то тема то моя что что-то я там с кем-то банком разговариваю агеном не один одел неправильно жилетку свою на наизнанку вот и через там мы приходим в машину ему не сесть не пристегнуться там еще чего-то он не говорит нас то что мне не сказала что у меня наизнанку одета вот жилетка ты за мной нифига не следишь как бы таких ситуаций очень много я озабочена там банками машинами паспортами и так далее еще какими-то людьми встречами агена здесь рядом и про него как бы теряю вот контакт вот ну наверное не только с геной а еще какой-то тоже с миром поэтому вот расширение сознания я под осознанностью понимаю именно вот ну что широту сознания потому что когда я начинаю соображать я понимаю что ну собственно эти все паспорта они мне не важны чем как бы отношения с ним там вот какая-то внимание там как там у гурджиева самовоспоминания вроде бы это все важно но вот какая-то ситуация я опять выпадаю в реальность поэтому танюша правильно понял что ты вот с наташей благодаря наташи ты начинаешь разговор углублять расширять свое сознание и пытаешься попробовать выработать некое конвенциальное представление о том что означает термин осознанность да да ну вот по моему осознанность это расширенное состояние когда я как бы весь мир соль мониторим а не только занимаюсь какой-то вот мне доехать парковать машину прямо вот профизноса потому что там парковка сейчас дорогая не успею я не знаю место место освободилось как наталья тебе вот интересно эта тема что такое осознанность да да типа более какой-то больше связей ну вот я например делала там расчет по страховым взносом сегодня тань может вот как-то так я делаю и понимаю что это вот там из года в год его раз в год делаю а потом весь год там ошибки исправляем не присылает потом штрафы за него и вот в очередной раз я делаю проверяю уже гораздо больше список там уже там и за какой год и там ты 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 все ошибки свои прошлое я учла вдруг я понимаю что это вот для меня любосити такой я тренирую свою долговременную память все ошибки вот сейчас учла чтобы весь этот год прошлый который я там писала там 6 этих отчетов отправляла и еще оправдательные ну какие-то возражения на и на их чтобы они снизили штраф и это мне удалось но все учесть чтобы без штрафа сдать интересно мне было друг вдруг я почувствовал такой много было вот этого тренировка памяти написать сейчас отчет вовремя сдать почему ты это все клонишься не очень поняли ставите решать как бы не ни одно там да вот за меня задача как бы не просто сдать отчет а еще вот потренировать я тренирую память я обнаружила что вот почему ты клонишь относительно к ним что такое 5 раз повторяешь я расширила а причем если особенность я расширила ура же его причем есть определение осознанность это я расширила я тренирую память ну и к определению мы как-то дойдем но осознанность это установление новых связей вот так вот для начала вот я не еще не вся не вся формулировка но вот это вот установление удержание этих связей когда-то я маленький еще был у нас появился телефон квартире наверно этого не было потому что очень много внимания было уделено этому телефону и иначе и обалдел что такое телефон там кто-то говорит и так далее дайте я дайте я поговорю по телефону ним мама дает трубку и набирает какой-то номер и там говорят там а его я там полю пожарная часть номер такая-то слушает и я балдею я не знаю что сказать я ж позже пожарникам не звонил понимаешь я значит захлёбываюсь от удивления но согласно тебя и в этот момент моя осознанность стремительно росла потому что я устанавливал новые связи помощи мама правильно да так то есть если книгу прямо сейчас и начать набирать подряд телефон 1 2 3 слушать новую связь класть выбирать следующий слушать новую связь то разовьешься очень быстро правильно я понимаю но в этом примере вряд ли таком тогда значит определение твое недостаточно определение и удержание связи что же тогда такое осознанность можно я попробую проиллюстрировать свою мысль наташа спасибо да спасибо говорю помнишь я как-то рассказывал модель где рассматривался значит человек бог и промежуточное состояние бога человек по нескольким позиции вот значит давай возьму одну бог все знающий что это значит это значит в любой момент времени бог знает все что происходит что есть что было что будет что у человека человек чуть-чуть чего-то знает из личной истории чуть-чуть чего-то обучили вот а все остальное квантовую физику хочу знать иди учись долго и упорно и то пока ты учишься она будет развиваться и скорее всего и все про квантовую физику так и не узнаю не хватит время вот бога человек промежуточное состояние это когда этот субъект бога человек может практически мгновенно получить знания по запросу хочу узнать квантовую физику знаю хочу знать как управляться вот этим вертолетом помните в матрице сейчас теперь умею все знаю как управляться то есть бога человек может получать по запросу знания любые вот данном случае когда ты говоришь об осознанности ты говоришь о состоянии бога который все знает любой момент времени или о состоянии человека который что-то знает он что-то осознает здесь сейчас свое имя я гена знаешь там я мужчина такой-то возраст что-то я осознаю значит я осознан или нет или вот состояние бога человека ты как идеал принимаешь вот это а какой осознанности ты говоришь о богочеловеке то есть все таки по запросу быстро по знания по запросу да понятно потому что я то все таки вот как как цель моя это как состояние бога все знания прямо сейчас прямо сейчас да но вот когда там я получал вот эти свои состояния трансперсонально достигала я был я и я был все я знал все по крайней мере такое переживание было не знание я глава не лопался знаний но переживание что я есть все и что мне доступно все знание было очень отчетким очевидно возможно это было иллюзия самообман но состояние такое есть и это как бы мне говорит значит возможно шагом дальше и возможно все знания будут доступны на щелчок вот и как косвенное подтверждение этой моей концепции то что я но сейчас почти с любым человеком в любой области специалистом буквально там 15-20 минут если он тоже заинтересован транслировать я задаю несколько вопросов и начинаю разбираться и в некоторых случаях обгоняя его знаниях в его области там высказываю какую-то идею духе а я так не додумался такого варианта решение понимаешь что значит что можно быстро догонять и обгонять то есть уже предъявлять от богочеловеческие такие навыки вот и подозреваю что это потому что где-то в глубине каждого человека меня тоже все знания хранятся просто мои убеждения что я там этого не знаю это не знаю запечатывают эти сосуды сознания а если как бы к себе открыть в себе переживание что я есть бог и я все знаю то есть знания эти будут доступно доступно очень вот и разница понимания осознанности тогда мне кажется приводит и к разности там инструментария я там скажем стремлюсь вот к такому варианту а к такому у нас получается по-разному чуть-чуть здорово согласовать чему же мы стремимся и тогда может быть инструментарий бы лучше взаимопонимался например здесь сейчас видят илюшки на экране наверно вот я уже давно давно пытаюсь не поздороваться вот никто из вас не здорово интересно почему а я не вижу привет я не вижу позор тебе хорошо про осознанность есть у кого пара слов ты куда ближе к наташкина определение осознанности как богу человеческой что-то подразумеваешь под осознанность вот расширенное состояние когда я все например опиши расширенное состояние чтобы все сигналы мира здесь сейчас ну вот они же есть прямо сейчас да осознанность нет как бы понимаю каждый человек вот он ну являет из себя такой щель как это кто-то там или американец джеймс написал что то состояние которое мы считаем нормальным есть лишь узкая узкая и спектр всех возможных состояний доступны для человека когда отсюда его считают раз персональный психолог вот как если понимаю что вот каждый человек он живет воды узкой серии в основном в привычке но чуть-чуть может расширять а вот так чтобы но существенно расширить так чтобы чуть-чуть существенно как непонятно сколько понимаешь мне кажется тут проблема в чем что я со своей вот предзаданности этих грамм там каких-то я реагирую на определенный класс сигнал какие-то отвергаю а эти которые отвергают некоторые из них может быть как раз они ну типа бог не их посылают и вот видимо открытое состояние иллюстрация три дня живем и каждый день едем куда-то и обязательно танюшка это писал в дневнике обязательно откуда-то вылечет вылетает мячик из подворотни там волейбол играет он выскакивает и прямо на танюху и на его ловко так парирует ногой рукой там головой чем угодно вот я иду там где-то рядом пяти метров сзади там двух метров впереди до меня мячик ни разу вот за эти дни не выскочил а на нее трижды я больше даже пару раз каждый день причем разные мячики просто при тебе было там трижды а я еще не как минимум трижды на может даже больше то есть мир мячиками на танюхе вот здесь домогается да причем и в воде и там и футбол и волейбол и она уже осознала что вот очень может быть что это вот что-то значительное значит для нее для ее жизни а так иначе чего мир домогается а осознать пока не может есть версия что здесь просто много играют мячики на меня не падает а я крупней значит вероятность больше что мне упадет но не падает не прокатил вот как вскрыть это это же как осознать как расширить танюшки на сознание до такой степени чтобы она поняла подсказку мира ну как она отбивает или ловит в тот момент когда ловит поймать ту мысль которая в голове было вот так на вскидку что шутишь мысли голове ума у нее так в попе и переживание ну да ну и на меня летит какой-то мячик моя я мне его поймать и отбросить тому откуда то ситуация состоит в том что он откуда-то вылетел там кто-то играет с этим мячиком я не возвращают мяч прилетает почти в мою траекторию движение я его как бы останавливаю его полет до не возвращаю автору и вон там на благодарит или так кивает чем авторы разные мечи разные места раз ну как вариант смотрите версия значит мы с ма эти дни много говорим об отношениях между людьми между нами именно и вот мир иллюстрирует ей этими мячиками что вот посыл из внешнего мира его можно не знаю взять мячик прокусить и бросить туда а можно гармонично вернуть туда где мячик ждут вот он как бы выпал из какого-то процесса его вернут туда это гармонично ма благодарят замечают люди это и это на уровне физического тела гармония ма восстанавливает гармонию как бы восстановитель гармонии на уровне физического тела и вот если это перенести в контекст чтобы мы разговариваем об отношениях то может быть мир ей говорит но вот на уровне тела ты же прекрасно с этим справляешься гармонизация пространство у тебя получается отлично почему бы не подняться выше не начать гармонизировать отношения все точно так же кто-то говорит спасибо пожалуйста дай пожалуйста на пожалуйста ну помните эти гармоничные наши адекватности вот на уровне речи на уровне отношений эмоций то же самое вот вроде бы а мне кажется ума на уровне эмоций есть какие-то блоки стереотипы там еще что-то и заедает к ней мячик прикатывается на уровне эмоций она или игнорирует его либо так зафентилит что лучше при она его не трогала с точки зрения владельцев этого мяча вот и так далее то есть неадекватно с мячом негармонично обходится на уровне вот отношений вот но многие из вас ведь тоже это знают что ни с того ни сего отма может прилететь будь здоров неадекватные отношения к любому посту то есть может быть вот про это может есть еще версии задачка к пусть как бы с этим вот сейчас я перенесла сразу взяла твой была сцена здесь мы приехали вот этот мальчик нам все объяснил который пришел нам помог в гостинице на гостинице сотрудник да и он уходит он мне говорит тогда я ему действительно как с мячиком однозначно не могу даша он не говорит спасибо пожалуйста а потом я понимаю что то здесь не так потому что на самом но как бы вообще-то ему спасибо он нам помог и это с меня вот это вот тогда ему но за счет этого языка как бы и того что он говорит мне спасибо я ему говорю пожалуйста всем формально неадекватно ответила и вот до сих пор у меня это висит адекватно но с точностью наоборот да ну то есть формально адекватно он спасибо я пожалуйста но вот если брать весь контекст то получается что я сделал что-то не так а как ему он тогда я тогда как бы тоже он спасибо я в общем мы вот я немножко по-русски звучало так он говорит тогда я говорю алла верды давайте допросим илюшку илюшка тема есть ли у тебя дорогой да у меня тема такая ловлю себя в последнее время на том что очень сильно и много на себя злюсь здоров спасибо вот не то чтобы как избегать а что с этим делать вот потому что вот эта злость на себя она отнимает у меня массу энергии я понимаю что я злюсь именно на себя там за какие-то ошибки просчеты какие-то действия которые мне кажутся не туда илюшка москва я первый заход ты свободный человек злишься на себя и злишься на здоровье чем ты мелешь когда говоришь много жлюсь на себя у тебя есть единица измерения твоей злости потраченная энергия на это ну какая-то она потрачена а почему ты говоришь много потому что выплески и все я больше то есть я после вот этого выплеска энергии впадаю в эффект я уже ничего не хочу мне ничего не надо вообще ничего но я при этом опять же соображаю что действовать это я хочу вот пример так скажем вот хочешь или хочешь ты опять его уморочишь вот стихи получились я здесь очень хочу но вот эта злость которую я на себя опрокидываю она высасывает из меня энергию которые кто она пусть ну ты же сам на нее опрокидываешь на себя ну да я на себя злюсь ну берешь там не знаю кастрюлю воды опрокидываешь на себя и говоришь ух это вода на меня все намочило я держу тебя это же ты все вылил на себя ну да вот ну вот мне кажется типичный проигрывается вот этот перенос ты сам чего-то делаешь а потом находишь козла отпущения тебя же злость виновата не я я-то хорошее она из меня все высасывает вот если ты присвоишь ответственность возьмешь на себя зачем ты из себя с помощью злости высасывает может просто тебе девать некуда ты привык вот таким способом себя обессиливать ты вооружен и очень опасен и тебе сказали ты что с оружием не ходи по улице ты себя научишь разоружать обессиливать таким образом и периодически это делаешь чувствуешь еще чуть-чуть и кого-нибудь убьешь раз на себя покусал позлился на себя раз опять милый хороший Илюшка ну что-то похожее да ну тогда может быть просто научишься этой энергией более конструктивно пользоваться и так далее ну да я думал об этом но как-то вот еще искал вина ну смотри мне кажется очень хороший вариант это когда у меня был дружок такой значит он стал коллекционировать анекдоты и вот чувствует злость поступает он говорит анекдот и рассказывает какой-нибудь любой бородатый анекдот который вчера слышал там неважно все дежурные вокруг ну ждут во-первых анекдота он рассказывает какой-то бородатый они говорят ну баян ты чуть-чуть разочарованный а он уже не злой он уже потому что он то знает что это баян понимаешь он как бы внешнему миру отомстил рассказав им старый анекдот если же они смеются он опять доволен потому что как бы энергию переправил анекдот и мир доволен еще он доволен вольне то есть он выработал привычку эту энергию вот в анекдотах проявлять ты как проявляешь свою злость? ну вот я ее как бы скомпенсировал в себе переживал вот то есть получается что ты ее сам в себе подавляешь ну да и если злость сильна то ты очень много тратишь сил чтобы скомпенсировать подавить если ты найдешь некое позитивное использование этой силы то мне кажется будет все гораздо круче помнишь у Челентана у него как сексуальное возбуждение начнется он уже дрова колотит вот он не подавляет эту энергию а то сублимирует прорабатывает отрабатывает злость кончилась а дровка у тебя ну да вот приятное здоровье да да вот если у тебя что-то такое появилось разозлился на кого-то пришел домой и скульптуру глобный мэн сделал такую и на выставку отвез все люди восхищаются тебе там премии государственные посыпались а ты просто вот оказывается компенсировался ну конструктивно найди свой способ проявляться то есть мне кажется злоба это когда я не знаю что делать но хочется что-то с этим человеком сделать с этой ситуацией сделать но я не знаю что и тогда нарастает вот энергия которую я например называю злобой часть а это просто активность сила нереализованная согласна нет девчонки да что злость это вот сила которая не видит выхода в мир хорошего скажем а какие-нибудь убить этого гада неконструктивным там запреты табу стоят и вот он разрываешь сам себя так из ушей паша ярость очень похоже да ну вот там помнишь у японцев скажем есть некого подвальчики на предприятии куда можно спустить и там у куколы начальника стоит набить ему морду какую-нибудь колотушку что-нибудь такое вышел в туалет там наступил себе на ногу на как будто начальнику на вот пришел при храмовой но уже добрый для начала да а потом какой там нарисовал портретик целую пачку на скану на репринте на там на аксероксе размножил фотографии начальника предположим который злит тебя он что-нибудь тебе сказал в ответ сказать не можешь начиная жлиться мне надо вытянуть пошел и уши он большими нарисовал глусы какие-то зуб закрасил выбил на фотографии и уника спустил и пришел опять ну что-нибудь придумай как ты будешь реализовывать эту энергию все для начала придумаешь скажи нам потом ладно экспериментируй что получится или нет светка ты знаешь илюшку неплохо что помогло прокатить из этих идей подобных команда не не расслышал ну скажем договоренность с кем-то по поводу этого акта или этого упражнения ну типа какого договоренности например он тебе позвонит сейчас после клуба и скажет давай договоримся когда я буду злиться я ничего не буду делать по этому поводу согласна нет что я буду делать то-то и то-то через неделю отчитываюсь если там нет дарю тебе тортик а если как-то так через неделю через озон приходит посылочка от илюшки там три тортика чтобы это хорошо хорошо а ему то он думает три тортик так разориться можно лучше не договариваться со светкой она мной манипулирует тортик из меня извлекает есть если начнет есть версии про илюшку чтобы он мог такое реализовывать злость во что выливать нет мне папка рассказывал у меня папка столер краснодеревчик вот он где-то прослышал мне рассказывал что у Екатерины первый был столер краснодеревчик который взялся отполировать столик прикровать столик маленький был и вот он решил сделать из него полированным а тогда полировали шеллак смола древесная и спирт тряпочку смачивают в этом шеллаке и натирают за год наполировал каждодневные работы наполировался один миллиметр вот и этот краснодеревчик всю жизнь работал двадцать пять лет вот значит три с чем-то сантиметра ну типа стекло такое прозрачное наполировало за двадцать пять лет представляешься терпением вот ну и как папка рассказывал что он очень был недоволен своим положением в жизни что он там несчастный краснодеревщик вроде бы у царицы но она им там помыкает эксплуатирует и так далее вот он значит всю свою злость на жизнь на царицу вкладывал в эту работу вот чем сильнее его злили чем сильнее злили тем он старательнее полировал этот столик и вот его уже давно нет а столик вот с таким толстенным полированным стеклом как бы практически уникальный есть вот его показывает музей этот столик поразительно вот что-то такое если будешь начнешь вкладывать во что-то полезное красивое мне кажется злость твоя быстро научиться канализируется и в другое уходить что бы это могло быть Илюшка есть идея ну пока вот сразу сходу не приходит в голову но вот скажем что-нибудь такое чтобы меня не злило в моменте когда я это делаю иначе я буду вечно злой ну да ну а чтобы тебя вот не злить в моменте может есть какая-то деятельность медитативная например которая тебе вот нравится ну да я вот в последнее время когда уж совсем зашкаливает я делаю пару таких вот дыхательных упражнений вайвейшн дышу либо свободным дыханием раз пяток с десяток вот продыхиваю вроде остываю да представляешь ты такой какой-нибудь заказчик прибегает ты начинаешь злиться так мужик погоди и вайвейшн 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 он посмотрит и убежит испугается и еще раз вайвейшн и перешел снова к своим делам спокойно потом пройдут случаи что там самый крутой духальщик мира вот на этом складе работает просто злобно к нему лучше не прибегать он сразу дышать нападает и впадает в прострацию разговариваете с ним спокойно а если злить его бесполезно от него тогда ничего не добиться он только вайвейшн делает мне кажется хороший вариант удивить мир реакцией на злобу на взлобу окей спасибо Илюш то есть найти способ реализовать эту энергию от раздражения от злоба вот мой ответ кто-то еще хочет что-то Илюшке посоветовать пожалуйста видимо мой ответ был исчерпывающий ну я знаешь подумала может быть это еще о том что что не хватает физической какой-то нагрузки не работы ну то есть не знаю там заняться по выходным какой-нибудь йогой или бегом или что-то еще такое вот пока сначала ну если был у него появилась интерес хобби да то вот наверное туда бы вот это лишней энергии уходила бы окей что-то кто-то еще хочет мы будем сворачивать потихоньку видимо сворачивать да итоги клуба свет начнешь да что было интересно полезно довольно как мы поговорили вот как бы до про путешествия вот потому что я как-то ну знаешь как как часто ты раз так поворачиваешь я вижу немножко с другой стороны а то мне все кажется что все беда там как-то в узкой очень рамке вижу проблему а ты расширяешь и я вижу новые грани мне показалось интересным это практику придумать на как это на повышение переживательности собственной жизни ну там где я есть вот и это интересно вообще интересная задача поменять свои привычки вот так что я этим вдохновилась спасибо вот это наверное нас наташа по своей теме я я решила использовать твою твои наблюдения советы назвать про то чтобы ставить цели указания на простых даже на простых вот так ставить цели ну как ну как это на каждодневные свои потребности ставить цели не ну правда интересно что как бы не вот такую не сферную полосу жизни вот в этих потребностях посмотреть как это будет чтобы ярко маленькие четвертые матрицы вот это интересно ну это же получается знаешь как раздробить мир еще больше чтобы увидеть что он богат когда ты видишь все время в одном масштабе то привыкаешь и уже как бы рутина а если ты его начнешь там каждый день то в Париж летать то в Токио он сразу мир бам изменится а если ты будешь рассматривать каждое маленькое событие как будто ты в Париж прилетела понимаешь то мир то же самое обогатиться то есть если ты будешь смотреть на него в других масштабах не обязательно летать в Париж нужно свой масштаб найти который тебе интересен о интересно да масштаб масштаб рассмотрения да фу ладно свободная тема мы со Светой назначили дыхательные ну как договорились назначили даты дыхательных вдохновения в Москве и Питере и Вайвейшн в Шираме с восьмого пятидневка с восьмого марта на пять дней Вайвейшн в Шираме вот круто молодцы если у вас получится вообще великолепно будет уже начали да собирать хотел спросить сейчас Наташ ты Даррелла читала? да читала читала чуть-чуть я там пару книг его читал но поражался как вот мальчик живущий там где-то на Кипре по-моему достаточно пустынный островочек ничего там вроде бы интересного нет а вот он столько там откопал столько интересного писал там закорючки животные стрекозочки лягушечки травиночки понимаешь поразительно видимо у него какой-то на другой масштаб был настроен глаз удивительный или вот есть трехтомник тоже про живой мир как же его на Б Полин ты его знаешь такой иллюстрированная очень энциклопедия животного мира Танюхова трехтомник ну не знаю вот похоже на Даррелла то есть тоже человек который очень увлёкся этим животным миром всю жизнь посвятил систематизации описанию этих там зарисовывал сам как бы книги эти издал красочные издания в России там на макулатуру по-моему тоже их там выдавали штучно очень интересные книги вот мне кажется как образцы другого масштаба видения мира вот очень хорошие примеры окей Полина да меня вот впечатлило я пытаюсь это представить осознанность как понимать не только где я что делаю значит о чем думаю чувствую но и вот со знаками вместе со смыслами значит расширилась да подумать вообще представить хотя бы как как это вот вот как психолога слушала случайно по ютюбе он говорит что там изучение значит мозга делали и ну около 80 процентов времени человек проводит не помню вообще что он делает где он делает потому что там читает книжку а не пролистал там уже не миллион мыслей там где он там был вот это вот и он кстати назвал концентрацией то есть если вот с 85 переходишь там на остаток и хотя бы прочитал внимательно значит не отвлекшись там еще что-то да вот но вот концентрация вот осознанность это действительно там почему эта книжка да попалась там зачем читаю что дальше делаю там и все вокруг возникающего на первый взгляд показаться что это такие противоположности концентрация и осознанность да как будто осознанность это деконцентрация ведь это не так это просто вот какая-то там многомерная концентрация вот я себе представил вот так вот осознанность еще знаешь вот я есть точка через которую проходит множество прямых со всех сторон то есть пронзает меня там сфера вокруг всего которые вот через меня пронзают эти вот линии и осознанность когда я могу осознавать вот наверное меня кто-то видит там не знаю как жмота предположим но есть продолжение этой линии и с той стороны по этой линии есть кто-то кто видит меня как архи щедрого человека вот там как смелого как труса и вот этих линий пар рассмотрения бесконечное множество и вот сконцентрироваться я могу например на себе как на трусе и увидеть это описание могу у себя как смельчака увидеть сконцентрировавшись а осознанность это когда я все эти виды на себя осознаю что я всякий я и такой во мне есть и это и это можно их увидеть вот так вот и вот если я хорошо научился концентрироваться то теперь перейдя на другой качественный уровень я во всех направлениях могу видеть дальше увидеть причины почему меня видят трусы увидеть причины почему они могут видеть любого человеком трусы и масштаб как бы дальше дальше подальше и вот когда я вижу весь объем одновременно себя как бы в этом объеме я осознаю что я есть все там я и муравей и травинка и автомобильное колесо все присутствует в этом меня так видят и я могу себя так чувствовать и переживать но выбираю сейчас вот так вот исходя из и я могу выбирать а вот в том то мне кажется и облом что человек машина изначальный человек он выбирать не может у него есть стабильное восприятие себя очень стабильное ну я мужчина это человек в первую очередь я так себя не вижу я не могу видеть себя человеком а кто же ты мужчина все вот я привык так видеть себя как к себе относиться отношение как к человеку пока не достиг это интересно да это интересно у меня в связи с этим была такая тема недодуманная значит очередную книжку прочитала про кризис среднего возраста значит на чуть другой аспект наконец родился значит мужик забыл как назовут значит американец как обычно значит фрейгийский юнговский психолог значит толкает мысль что все страдания значит от взаимодействия социума от его влияния соответственно значит как можно от этого избавиться значит среднего возраста значит рассмотреть свои отношения убрать свои проекции там и с родителями и с детьми ну любимые значит вот понять где навязаны где не навязаны значит рассмотреть свои отношения с другим значит с супругом значит убрать свои проекции понять значит что не надо перекладывать там ответственность за себя на другого это я кстати у себя почувствовала что я действительно значит вот подсознательно там, что вот нашёлся другой, это вот он как там первая взрослость, которая сейчас сделает меня счастливым. Значит, ура! Вот. Разобраться с этим. Разобраться с своей работой, понять, что навязали, найти. И вот это вот в результате этой индивидуации по этим сферам страдания уберутся, родится индивидуальность. И вот такая вот плоскость, интересно, значит, разобранная. То есть, получается, как он тоже целостность получается, разобрался со всеми сферами, там, с творчеством, еще как-то там с помощью психолога, там, снов и прочей, лабуды, значит, инструментарий тоже более-менее упоминается. Вот, я к чему, значит, но вот интересно, что это же не выбор всего, опять какой-то, значит, индивидуализация, значит, какая-то новая рождается индивидуализация, а не вот этот выбирающий осознанный субъект, если ну, разобрался со своими проекциями. Мне кажется, во-первых, это уже не совсем субъект, потому что в этом переживании, ну, вот те, которые я упоминал, переживал, я не переживаю себя локализованным там, разумным существом, я, я есть все, я есть поле, пространство, там, вселенная, все, вот, и тогда вроде как я не субъект, я и субъект, я и через субъект проявляюсь, и через все остальное тоже, то есть я и фигура, и контекст, и фон тоже, понимаешь, то есть сложнее, то есть переход на другой уровень, и тогда любой термин, там, субъект, индивид, он становится куцым. Ну да, у меня вот это вот, я все пытаюсь изучить, откуда берется вертикальность, потому что, ну, вот это понятная история, значит, такая психологическая, вот, но этого же недостаточно, как бы. Для чего-то достаточно, для чего-то нет. Ну вот, да, с другой стороны, надо решить, что если со страданиями, и правда здесь можно избавиться от таких весомых страданий, тогда что может быть? Какая-то тоска там по духовности, значит, если разобрался с явными страданиями, там, в отношениях, работе, там, чем-то еще, там, целях своих, вот, действительно, которые исходят из тебя, они там родительными, там, кем-то еще навязаны. Полинка, ну, может быть, вот ты назвала это тоска по духовности, понимаешь, но это же можно описать как бы с другой стороны, вот то, что я рисовал. Тоска по духовности, это еще и мотивация к развитию, с другой стороны, понимаешь? Вот, да, я ищу. Не минус тоска, вот, а это еще и стремление к этому, движущая сила, продвигающая меня, толкающая меня в эту сторону. Вот, если описывать это как тоска, то это обессиливает человека, а если это увидеть как движущая сила, жизненная сила, тогда это вдохновляет, окрыляет. И вот она берется же, вот, получается, изнутри, хотя, то есть мы разбираемся с социумом, то есть, ну, когда разобрался социумом, со всеми этими, да, то есть, ну, это возникает откуда такая, вот стремление. А какая разница откуда, если она есть, если она есть, и она куда-то ведет эта сила, толкая, то, может быть, если достичь той вершины, которую она меня толкает, оттуда-то и видно, откуда она начинается. Ну, а пока только там название можно назвать по-разному, да? Назвать можно по-разному, да. Ну, мне, например, удобно назвать «я», то есть она из «я» в «я», это «я» создал этот посыл, я послал себя и иду. Если я сейчас начну сконцентрируясь на психоанализе, как бы разбираться, а кто же меня послал, потрачу, до хрена сколько и приду к выводу, понимаешь, аналитическому причем только. Похоже, что я и послал себя. И чего? Пошел ты и пошел. Представляешься, оказывается, изначально во мне было такое качество, как принятие. Меня послали и я пошел. Все, больше ничего не надо. Любовь, движущая сила, вот она. А теперь на какой-то стадии. Кто же меня послал? Вот куда послал? Зачем послал? Мне кажется, важнее. Я переживала, что я себя сюда привел. Так вот, зачем? Ну, никак дальше. Вот переживаю. Ну, явно, чтобы съесть мою хурму, нет? Хурму? Привел кто-то ее сюда, лопает хурму. Окей. Так, Ма? Я довольна про напоминания. мы все знаем, мы с тем. Идея о становлении гармонии. съедай твою хурму. Сейчас пойдем в какой-нибудь ресторанчик ужинать. Я думал, мы как раз поужинали уже. Нет, хурма нас. Подай голос. Вдруг у тебя тема есть. Будем рады с тобой обсудить ее. Наверное, опять писать ушел. Он такой портрет. Он уже в Аватара видишь. Послал Аватара и тот присутствует. Отлично. А знаешь, у меня еще такой вопрос в продолжении темы с осознанностью и со знаками. При нахождении случившегося, происходившего, если сразу возникает импульсивный ответ, опираться на энергичность своего ответа, на раздумие. Вчера пример приведу. Я ездила подавать на это индивидуального частного предпринимателя. Краснотьяна рассказывала, как там в Израиле. А я вчера три тетки мне помогали, все заполняли. Давайте мы вас туда и туда и сюда отправим к бухгалтеру и юристу. Все бесплатно. Так обрадовались. В общем, я довольна. Посетила перед этим. Посмотрела портрет. И на машине так фигакнулась в яму, что пробила колесо, диск сломала у нас есть шикарный сервис, приезжает микрофургон и за 15 минут мне все подчинили. Россия по сервису просто мега продвинулась. Дело не в этом. Похоже, еще и подвеску, судя по звуку, которую она издала, придется нам перебирать. Я подумала, что надо замедлиться. Сегодня я сижу дома, размышляю, читаю, переключилась. Я вот такой смысл учитала. Но опять же, он, во-первых, немножко с моей цели сбивает, потому что у меня цель как бы выбрать быстрый бизнес. Во-вторых, ну вот это вот, ну мой сразу ответ, как бы я других вариантов не рассматривала этого случившегося смысла. вот. И вот отсюда все-таки ну вот смысл таких вот происшествий. Как правильно находить, если осознанность еще не очень? Ну, во-первых, я бы тебя опять призвал все-таки пользоваться бритвой Акамы. То есть, если есть возможность объяснить какую-то ситуацию с помощью простых понятий слов, не привлекать какие-то вычурные. Но в данном случае, когда ты говоришь смысл, как понять смысл, а понимаешь ли ты, что такое смысл? Вот. Что происходит? Там, ты, предположим, вчера дрявнулась в какую-то яму с машиной и на импульсе изменила поведение, решила замедлиться. Это инстинкт, упал, там, не знаю, колени ободрал, ой, надо помедленнее бегать здесь, вот там спотыкаюсь, дороги неровные, понимаешь? Это инстинкт самосохранения срабатывает, при чем есть смысл. Вот. Но, значит, готовясь к встрече с Суланифием, с этой, значит, я тоже тут размышлял о значениях и смысле и придумал новую иллюстрацию, что такое смысл. Помните, как это назвать-то? Пословить, фразу «казнить нельзя помиловать». Вот. Казнить нельзя помиловать. Какое значение у этой фразы? Зависит от запятой. Где поставите запятую, то в одном случае «казнить нельзя помиловать», в другом случае «казнить нельзя помиловать». Это два значения возможных в этой фразе, зависящие от запятых, от запятой туда поставишь. А каков же у нее смысл? То есть пример показывает очень четко, как выглядит значение, и на этом примере можно задаться вопросом о смысле. Так вот, я задал это Суланифи. в ответ услышал так, ну да, в Библии есть что-то похожее. Такая же фразочка, которая зависит от запятой и так далее. Ну, это одно и то же значение и смысл, потому что нужно рассматривать это с разных уровней, и где-то там, на каком-то уровне появляется смысл. А вот приведи пример и так далее, мне пора, я побежала. Мне кажется, смысл это не значение, а ты даже до значения еще не добралась. То есть пробило колесо, надо его там ремонтировать. Вот вроде что это? Значение? Значение. А может надо продать эту машину и купить другую. А может пора переходить пешком ходить, на такси ездить, может быть, это выгоднее посчитать. Оставшиеся годы выгоднее ездить на такси. Каршеринг. Не думал, каршеринг, да. Не думала, как можно добраться не мысля до смысла. Очень просто. На Муладхаре. Что это? Шаблон. Колесо пробили надо чинить. На Сатхистане что-то испортилось. Хочу, чтобы у меня было это исправно. и только на манипуре что же это значит. Его так же, как казнить нельзя помиловать в этой фразе, можно найти значение. Но так как здесь запятая уже как бы ударом поставлена, то значение скорее здесь можно найти, опираясь на что? Опять же, или на стереотип шаблон из Младхары или на то, какой ты хочешь найти. Может быть, там подумала, посидела, пора возвращаться в Америку. Это мне знак такой. Любой, какой хочешь, такое значение найдешь. Так как здесь запятыми нет игры, то одна точка через нее можно провести бесконечное количество прямых, то бишь, значений. А вот смысл гораздо сложнее, гораздо качественно сложнее, который превосходит и вот эти вот привычки, шаблоны, и твои желания, и манипурные как бы логические выводы превосходят. Но в идеале этот человек сам его должен открыть. Ему нельзя подсказать его смысл, потому что это будет не его смысл, а мое значение, так как оно конвенциально, слова вернут. А смысл, мне кажется, можно только переживать, ну там через анахату, грубо говоря, анахаты. Для этого доминанта должна быть на анахате человека или выше. Так что вот смысл не трепить это слово в суде. Ясно. А так он пока доминанта не там, иногда доходит, значит, вот, но тогда и со мной точно чувствовать и переживать, что это смысл, пока там не там доминанта. Нет переводчика, нет того, кто осознает, что это смысл. Поэтому что-то чувствуется, но скорее всего это будет вываливаться через те слои, которые проработаны, у которых доминанта уже прошла. Окей? Да. Вот. Домашнее задание всем, значит, подумать, какой уже смысл фразы «казнить нельзя помиловать», чтобы ответ превзошел значение «казнить нельзя помиловать», «казнить», запитая «нельзя помиловать». Окей. Миша, появился ли ты? мы жаждем тебя услышать. Ну, увы, видимо, он уже не только писает, а что-то большее скрывается за этой маской. Ну, что, спасибо, до новых встреч. Спасибо. Рады, рады, типа. Пока. Пока.